Вот это осколки от минометных мин. Артиллерия бывает минометной, до сих пор применяется. Эта минометная мина применяется для того, чтобы убить солдат противника в окопе. Минометы были разных калибров. Вот это покрупнее миномет был. Вот это артиллерийский снаряд, стреляли из пушки. Диски от пулемета, стальные шлемы, пехотные лопаты, солдатские котелки. Все эти предметы когда-то побывали в руках участников Великой Отечественной. На выставке были и вещи, которыми пользовались противники СССР. Итальянские каски, венгерские фляги и обоймы от французского оружия. Дети внимательно рассматривают каждый экспонат. Просто у меня увидела вот эта штука, которая перезаряжает оружие. Мне она очень понравилась. Больше всего запомнилась эта граната. Ну или вот эта штука. Тяжелая? Ну такая, нормальная. Но главная задача выставки не столько показать оружие, сколько рассказать детям о реалиях военного времени. В музей приходят школьники разных возрастов. Самые младшие посетители учатся в четвертом классе. О многих подвигах советских солдат, ключевых битвах и причинах войны они еще не знали. Хлеб давали всем по билетикам. Каждому давали по билетике и давали по вот такому куску хлеба. Выставка, говорят о живших героях, передвижная. Организаторы проводят лекции по всей Башкирии. И везде находят своих зрителей и слушателей. В основном, ну обычно дети помладше, им интереснее потрогать железо. Дети постарше задумываются, подходят и благодарят. Говорят, вы знаете, а мы даже не знали, что кроме немцев против нас действительно кто-то еще воевал. О том, что наша территория должна была стать немецкой, тоже мало кто знает. К сожалению, про генеральный план ОСТ большинство тоже не слышали. Поэтому мы надеемся, что дети что-то запомнят и лучше будут понимать историю. Выставка работала четыре дня. За это время музей посетили больше тысячи нефтекамских школьников. Карина Анисимова, Ольга Смениханов, Время новостей.